Укладка нового водопровода выполнена уже наполовину. Все материалы отечественного производства. И по цене доступные, и по качеству импортным не уступают, рассказывают строители. На 60% уже готов и новый канализационный коллектор. Подрядчики обещают, трубы прослужат долгие годы. Это новое строительство, рассчитанное на перспективу развития данных территорий, как канализации, так и непосредственно водопровод. Для этого предусмотрены все технологические элементы, чтобы в дальнейшем можно было это использовать не только для стадиона и чемпионата мира, но и в целом для города Самары. Как ведется работа на объектах, проверил глава администрации Самары Олег Фурсов. Подрядчики обещают завершить строительные работы по водопроводу и канализационному коллектору этой осенью. Идут с опережением графика. На масштабное строительство из федерального и областного бюджетов направили порядка 200 миллионов рублей. Объекты, конечно, являются стратегическими, потому что они фактически являются основой обеспечения того хозяйственного, спортивного использования стадиона «Космос-Арена», который здесь возводится. Должен сказать, что мощность канализационного коллектора предполагает подключение в случае необходимости новых домов, если такие решения будут приниматься позднее. То есть коллектор строится с большим запасом. На этих объектах строительство коммуникаций в областной столице не закончится. В планах городских властей реализовать проект строительства новой канализации протяженностью 11 километров и очистные сооружения, которые также будут располагаться в районе нового стадиона. У нас в городе нет ни одних очистных сооружений до сегодняшнего дня. Достаточно значимый проект для города в целом. Стоимость этого проекта порядка 3 миллиардов рублей. Сейчас проект проходит экспертизу. Приступить к строительству планируют в следующем году. Лариса Шалафаст, Максим Гусев, События.